Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, мини-лика второго, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить за Эфиопию Сидмерс Цивилизацион 6 Газерин Сторм с режимами Тайны Общества. Я в герметическом ордене. Ну, если вы случайно попали на это видео, то лучше начните просмотр с первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу она появлялась. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу по вкладке сообщества. Давайте продолжать. Я думаю, что Мелодисай Бэби надо еще доделать вот эти мои классные клетки, которые тут кучу всего дают. Так, маскат мы тут захватываем. Отлично. О, город скоро поставлю наконец-то, где я хотел. Так, ладно, продолжаем исследование территории. Тихий океан. Не знаю, конечно, такие немножко континенты получились больше архипелаги. Прошу прощения, чем континенты. Так, в Дессе мы закончили угольную электростанцию. Военный лагерь я в Харрере построил. Театралочку тут мне кажется не очень. Кампус. О, вот тут кампус на плюс 3. Так, давайте тогда строителям. Здесь и тут кампус надо пендюрить. Не пометил, что это кампус. Ваксуми фабрика готова. Верфь 3 до 100. Угольная 10. Сначала угольную, потом... Вообще, верфи я обычно покупаю уже. Только она... А, блин, слушайте, случайно... Я еще вот это ненавижу. Понимаете, это я загрузился, пошел поспал, загрузил сейв дальше продолжать играть. Видите, выглядит все по-другому. Знаете почему? Потому что обновился мод на юзер интерфейс, который я вам рассказывал в видео о модах. И почему-то в шестой циви, если мод обновляется, то он автоматом включается. Давайте вообще посмотрим, какие у меня теперь моды включены. А, ну только квакьюзер. Ладно, давайте я с ним продолжу играть. В принципе, он-то мне нравится. Он никак на механике и на действия в игре не влияет. Но... Это, конечно, бред. Почему? Так... Что я тут открыл вообще? Куда мы тут вышли? В национализм, да? Надо корпуса делать. Ну... Пойду, пожалуй. То выжженная земля производства поселенцев мне не надо. Ну, два послана. Ну, наверное, сначала урбанизация, потом мобилизация. Урбанизация, потому что пригород. Все-таки. Так... Ну, раз у нас уже появились возможности корпуса делать, то надо покупать еще бомбард. По идее. Так... И надо купить селитры. И надо три бомбарда, мне 20 селитры в любом случае. Все еще к хмеру у нас тут. Магнат селитровый. 20. Ну, вообще, конечно, с этим интерфейсом удобнее. Тут понятнее, что продается, каких у вас ресурсов. Какими ресурсами вы можете торговать. Так, в прошлый раз он за 30 вроде продавал. Да. Может меньше? Нет. Отлично. Давайте. Тут тоже. И в дессе. Подождите. А почему тут бомбарды 180 стоит, а там 235? Может быть из-за того, что тут военный лагерь? О, точняк. А что за счет военного лагеря? Это для меня открытие внезапно становится. Ну, в военном лагере, конечно, производство. Подождите, я... Не может ли это влиять из-за Нгазгаргаму? Цена покупки всех наземных боевых юнитов за золото снижается на 20% за каждое здание военном лагере города. Ну, это вот... Да, я понимаю, что это из-за способностей Нгазгаргаму. Но почему это еще и на покупку от веры влияет? Вот это для меня оказывается удивлением. Я всегда думал, что Нгазгаргаму только на золото. Прикол. Ну, тогда лучше в Хорере будем покупать. Тогда уже так жалко Нгазгаргаму, честно говоря, сносить будет. Французского шпиона убили. Так. Что-то Швеция начинает требовать. Ты вообще где? По-моему, даже ко мне проплыть не может. Вот. Слушайте, может мне еще наделать апостолов и в Колумбию отправить? У нее там тоже своя ряда. Правда, у колумбийца не видел. А что вы в селитре пристали моей? Может лошадей продать? В стрельдане. Не буду. Так. Значит, камнем займемся. Сносим маскат. И объединяем. Так. Тут стоим. Тут я боюсь, что могут меня убить. Этого парня. Наконец-то я тут город ставлю. Боже. Мое официальное расселение завершено. Больше я тут нигде не могу поселиться. Но это было очень долго. Ольды. Так. Сразу куплю тут строителя. Не советую, что он тут уже есть у меня. Только один заряд. Видите? Ну, мне какой-то из селитра надо обработать. Давайте я эту. Не, разные стволы ускорили. Блин, в Харрере расфигачили. Ну, Харрер не сам у меня производственный, но он хороший город, конечно. Жалко там. Так. Тут у меня приплыл. Этого мы куда отправим? Ну, тут можно покопаться. Так. Джон Кертин возьмем. А тут наш. В Адис Абаби тоже куплю строителя. Ну, потому что тут лян. И тут мне надо все это обрабатывать. Повысим, наверное, Магнуса дальше. Выработку энергии повышает и плюс два к производству. Мне бы, наверное, Магнуса на самом деле в Десса пересадить. Да. А Мокшу как раз в Лалибеллу. Так, у меня тут еще апостол стоял специально, чтобы сразу религию распространить. Да, давайте пересаживать. Магнус в Десса. Мокша в Лалибеллу. На производство. Тоже можно пока на производство чисто. Фокус, потому что пока жилья нет. Кхмер все еще со всеми воюет, да? Печалька. Всех тех, кого встретил только со мной союз и с Мали просто. Мали с ним не воюет. Так, Балх я не буду уже обращать, потому что я в прошлый раз его обращал, а тут я не получу науку. Вот видите, удобно сразу нарисовано, сколько осталось обращений, понимаете? Так, топический лес. А, тут у меня стоит уже. Так. То есть перст не будет своих делать юнитов. Религиозных. Сколько дали? 240 науки. Сейчас вот с пола. 240 науки. За один ход. А что эти сектанты? Давайте глянем. Просто интересно. Что они делают? Я знаю, что они потом в красной смерти человекоподобным роботом ходят. Но в данном случае уникальный юнит поддержки. После смерти или потери всех зарядов дает игроку реликвии. Ааа. Тоже реликвии дает. Но после смерти. Так, дальше пойдем на Тарс. Тарс 20 человек. Слушайте, у меня, наверное, не хватит зарядов его обратить. Раз. Два. Три. У меня только три заряда есть. Просто я не хочу полностью использовать. Хотел этими юнитами повоевать с какими-нибудь религиозными юнитами перса. Так, отойду полечиться. Отойду полечиться. Отойду полечиться. Маска следующим ходом должен упасть, по-моему. Пушечки. О, кстати, мне пушечки надо купить еще, тоже сделать корпуса. Тарс 20. А, у меня тут все занято, да. Юниты купил. Вот эти пушки, кстати, можно объединить. Они без опыта вообще. Смысл мне их тут держать по одиночке. Так, тут я хочу кампус. На этого мы куда отправим? Ну, давайте сюда. Так, вот. Хотя у меня там этот с тремя может, сможет обработать. Тогда, тогда, сюда. Я бы, конечно, постарался как-то с Колумбия. О, отлично. Давайте культурный союз попробуем. Отлично. Вот это очень хорошо. У меня в Колумбию точно классные караваны должны бегать. Так, мне надо побольше туда городов у него открыть. Какие-то у него вон запретный дворец построен. Дальше исследовать. Там не проплыть. Тут исследовано. Давайте эту каравеллу верну тогда. И возвращаемся сюда. Так, будем пытаться тысячу монет. О, проблемы с интерфейсиком имеются. Знаете почему тут? Потому что вышел в патч, пишется теперь здесь шанс проведения операции. Так, тут я строителя закончил. Давайте шпионом. Как раз я камень вырублю и начну там кампус строить. А вот вольды я, наверное, с амбара начну. Так, надо ли мне сменять политический курс? Нет. Укражение меньшие силы теряют. Правильно. Позволяем основать посольство. Что произошло? Там кто-то кого-то захватил. Нет. Право прохода за лошадей. О, Австралия обвинила. Это, видимо, потому что я союз с Колумбией заключил. Они там явно у них терочки. Так, слабое извержение. Меня это не интересует. А, Вавилон Кахмерова объявляет. Это пофигу. Так, давайте захватим маскат. Или нет, или еще? Все еще не хватает силы. Да, не хватает. Ну, следующим ходом уже точно будет захвачен. Лучше не трогать этих ребят. Так, этого они не убьют. Не убьют. Ну, то есть тут один только. Хотя он может подвинуться. Не. Блин. Надо отходить. Ну, просто они в следующем ходе все равно исчезнут, когда я маскат захвачу. Да, блин. Пройти дайте. Так. Ну, может, я лучше спарду попробуем обратить. Поищем. Тем более, может, какие-нибудь юниты есть у него религиозные. Ну, это, конечно, странно, что он вообще один раз приплыл ко мне куча религиозных юнитов, и на этом вся у него экспансия закончилась. Мне просто надо обращать именно тут город. С другой стороны, если я не могу сейчас реликвии получить, получается, то лучше Тарс, потому что тут 21 житель. Извините, мне даст 420 науки, если я обращу. Ну, у меня такое ощущение. Давайте глянем. Два последователя. Вот я обращу. Предположим, каждый... Вот тут два, четыре, шесть, семь. Семь зарядов. Если каждый заряд будет семь последователей обращать, то это 14 последователей. А мне не хватит. Тут 19. То есть сюда надо приходить теми... То есть делать новых пророков с прокачкой на тройное убирание религии, а потом тройное внесение в чужих городах. Так, что лучше Спардой займем. Спарду мы точно обратим, получим 140 религии. Уже неплохо. Так, где-то у меня арома был. Ароматерапия. Нет. Так. И нам надо еще одну пушечку. Ну, примерно понятно, да? Тут у нас получилось два больших континента. На одном у нас Колумбия, Австралия, Греция и Турция. На другом Франция, Кхмеры, Майя и Мали. Не, подождите, кого-то еще не хватает. Потом континенты, где по одной цивилизации. Один континент Персидский, один континент Эфиопский. О, Швеция еще, Швеция на этом континенте, да. Угу. Ну, и тут вот, конечно, Колумбия еще дофига места для расселения, а так все остальное, в принципе, занято. Брюссель. А Колумбия случайно не воюется? А, воюется Австралией. Отлично. 693. Колумбии. Сочетается. Ну, они, как примерно, равны, кстати. Они примерно равны. Так, тут обработано. Этого парня какой-то сюда хотел. Ну, тут вот, видите, тут еще с этим модом приятно, что видно, какие клетки еще не обработаны, подсвечены. Зеленым посвечены те, которые обрабатываются городом, розовым те, которые с ресурсом каким-то. Так, вот тут уже семь жителей. Какой район я хочу здесь построить? Промышленный, а тут на плюс два. Театральный тоже есть на плюс два. Кампус. Сейчас найси вот сюда. Плюс один. Один. Наверное, Гондору обратно отдадим. Ну, тут надо вот это вырубить сначала. Поэтому, пожалуй, пока еще одного строителя. Я вот не знаю, тут мне строить кампус или театралочку. Я сегодня не решаюсь попробовать. А что вообще у нас с культурной победой? 234. Вообще, при наличии Греции в игре, мягко говоря, пытаться культурную победу делать очень сложно. С этими акрополями это просто трындец. Ладно, я пока подумаю. Я поставлю метку, что я тут хочу какой-то район. Но какой тайна. Так, у нас тут еще недостаток жилья. И тут пускай пока растет. Да и тут пускай растет. Нормально. Так, собираем камень. И ставим кампус. Блин, кампус один ход. Конечно, в дессе у меня круто с производством. Еще когда приедет Магнус, вообще будет зашибись. Я еще его прокачаю на соседство всех производственных площадей. Так, вижу ли я еще один город Мали? Не вижу, к сожалению. Ну, тогда надо к Майе пытаться у нее техи воровать. Она у нас лидер по науке. Еще Нубия лидер по науке, но я Нубия городов не вижу. А, слушайте, я еще Нубию пропустил. Нубия еще вот на том континенте. Ну, кстати, и ее мало видно тут. Как бы она где-то вот тут получается, видимо. Но ее просто не видно, у нее, видимо, не так много городов. Хотя у меня теперь, по идее, скальные церкви начали туризм давать. Ну, вот видите, тут ноль написано, но они начнут плюс четыре качкам туризма, видите? Боже, как хороша Одисабеба при лунном свете. Ну что, время маската? Или все-таки еще не берется? Похоже, что нет. Так, мы тогда могут этого рабочего еще захватить. Сейчас так проатакую, но нет. А хотя... Нет. Отлично. Так, ну теперь на газоргаму очередь. Так, сохраняем город. Тут уголек. Так, надо сразу, давайте, куплю рабочего. Ой, сразу можно торговца купить. С торговцам, правда, надо посмотреть, куда выгоднее отправлять. Мне кажется, в Колумбию сейчас будет очень неплохо. Вот с этим модом можно сразу сортировать по деньгам. Ну вот, из Аксума и из Микели в Панаму. Аксума у нас где? Тут. Микели. Давайте из Аксума. Зря подходил только пушкой, но ладно. Поедем к газоргаму. Так, маскат обращен. Ну, не знаю, давайте попробуем. Ну, это религия индуизма, это религия Колумбии. Так, да, 27 городов, нифига себе. Ну, вот сюда. Хотя, опять же, я вот бегаю скаутами, я не видел у него религиозных юнитов. Чтобы с ними бороться как-то. О, красиво. Это Панамский канал или он просто построил? Да, Панамский канал в разработке строит. Несомненно, из Куэнки прям необходим Панамский канал. Так, тут я не пройду. Я даже не знаю тогда. Тут вообще такая перемешка религий и протестантизм и буддизм. Я бы, конечно, вот этих тоже пообращал бы. С другой стороны, ну, у меня не так прям... Хотя 314 вход. Заняться обращением всех в религию. Не знаю, столько всего хочется сделать. Варваров возьму. Ладно, поплыли сюда тогда, действительно. Там, правда, один заряд всего лишь остался у Пророка. Так, тут я решил Спарду. Ещё он Шахры Кумис, да? Четыре. Имеется. Ну, нет у него религиозных юнитов вообще никаких. Что я могу поделать? Говорит, обращай меня полностью. Действительно, тут 37 ходов. Ну, нормально. Держи по Саргаду просто крупный город. Поэтому не сразу так обратно. Фабрика. Кредук, мастерская. Кампус, библиотека. Военные академические порты. Стены зарождения. Две науки. Ну, такое. Не буду, наверное, ничего менять. Поехали дальше. Калуничный. Так, маскат побеждён. Дефицит энергии, но это временно. Угля-то у меня достаточно. О, Одесса Бэби уже хватает жилья. Ну, я сейчас построю больше этих морских ресурсов. Или как они? Выгонов. Я даже не знаю, как назвать лучше. Что-то обзывается шведка на меня. Всячески. Нуби обзывается. Я советую, что эти тайные сообщества довольно сильно влияют на взаимоотношения. То есть я дружу именно с теми, кто одного тайного сообщества со мной. Каждый ход будет 25 претензий за то, что я обращаю его города. Ну, в принципе, да. Почему нет? Не, 140 науки капнуло. Мне кажется, Шахар и Кумис не получится обратить. Что кляну? Гордиан. По одному ходу всё это строится. 238 нубия, 244 мали, 213 майя. Вот это у нас лидеры. Так, верфь я хотел купить в Аксуме. Два посла. Фес не хочу. Можно рапаной до 6 добить. В Буэнос-Айрес. А Брюссель что? Представительство чудес света. Или в Гонконг. Плюс два в каждом городе с фабрикой. Представительство чудес света зданий и районов. Плюс четыре, если вроде есть оба здания. Ну, плюс четыре это, видимо, в Адисабебе только у меня сработает. Потому что тут у меня как раз консульство имеется. Так, кстати, я всё ещё не очень понимаю, как это здание работает. Четыре науки, две культуры, четыре этих. Два очка влияния за ход. Плюс пять от посольств. Видите? Уровень вражеского супиона снижается. Получает три бонуса посольского типа от города. Вот это я не знаю, что за три бонуса посольского типа. Тоже всё читал, читал. Так, эти источники. Папаян. Классное название города. Тут, наверное, небольшой такой перешейк между Колумбией. Тут Брюссель мешается. Колумбии вы Брюссель захватите? Тогда на... лезть на Австралию. Знать-ка, те апну. Эх, красота. Тут, конечно, в Одиссабебе растёт. И производство. И вообще всё так тут вырубим. Построим шахту. Тут едем. К Газаргаму. Плюс 10 против укрепления района уже прокачал. То есть Газаргам вообще должен быстро падать. Так, мне надо два арома купить. Вообще 90 стоит. Блин, у меня тут этот стоит. Пушка. Даже три арома вот ещё сюда. Этого можно проапгрейдить. Здесь, наверное, с китов начну. Угу. Тут уголь. А из Аксума я решил в Панаму. Ну, кстати, может тогда уже карточку на отправку караванов. Хотя пока он один только бегает. Отправку караванов к союзнику. Кампус построен. Промышленный пригород. Есть на плюс 5. А надо ли тут пригород? Тут вообще 16 жилья. Театралочка здесь плюс 2. Ну, тут, блин, скальная церковь. Что-то жалко. Священное место плюс 1. Ну, блин, ну, священное... Зачем мне уже священные места? С другой стороны. Что по чудесам? Тадж-Махал сюда лезет. Статуя Свободы не хочу. Ну, блин, даже не знаю. Нет, давайте пока строители. Тут около маската надо еще всякое пообрабатывать. Ну что, венецианка? Да, идет 16 ходов. Есть такое. Давайте пока мастерскую и кампус. Сделаем. Отлично. Захват Газаргаму закончит для меня заселение. Моего эфиопского континента. Ереван я оставлю, конечно же. Слишком крутой этот бонус. Но, в принципе, без всяких захватов и... У меня в итоге будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать городов. Очень неплохо. О, там Гитеборг в осаде. Так. Инженер. Заведует дарение технологии компьютера и позволяет на один район больше, чем допускает уровень населения. Блин, восемьдесят. А, ну он просто стал корпусом мушкетеров. Уф. Так, наверное, следующим ходом надо войну объявлять. Я пушками хреново подошел с другой стороны. Надо было пушками вот так идти. Ну, хотя бы одной. Я все с этой стороны повел. Петроэлектростанцию можно строить. Так. Где у нас арома очередной? Так. Делаем корпус. Еще один вот тут. Еще одного можно аромы сделать. И все корпуса, все юниты у меня в корпусах. Так. Кстати, этими скорее вот сюда лучше поплыть. Обрабатывать несколько клеток хороших. Китятина. Так. Тут где дополнительно? Там, где у меня мало жителей на самом деле. Вот в Микеле можно, например, его сделать. Гондор нормально вроде растет. То есть мне тут хватает. Я, кстати, вход пропущу. Мне тут вот надо будет район строить. Ваду и не надо точно. Лалибелла. Ну, короче, либо в Микеле его, либо в Анкобре. Но Анкобр вроде растет нормально. Ну да, тут вот в Микеле мало еды. А эти тут инженера. И, кстати, я могу в двух. Я забыл, что у меня геликарнатский мавзолей, который позволяет два раза использовать инженеров и флотоводцев. Так. В Каррере все отремонтировали. Гидроэлектростанцию, конечно же. Электричества много не бывает. Может, в начале Войную Академию открыть? Дальше рейнджеры еще. Давайте я вообще в рейнджеры сначала схожу. Или, может, вообще даже в буровую. Ну, зачем мне алюминий? Я что, на кого-то буду самолетами нападать? Нет. А вот это, а потом еще и стали варенья. Ну, то есть, сначала нефть для того, чтобы я видел, где нефть. И во рту апался. Я могу приплыть просто к персу юнитами, например. Так. Общество алхимиков. Пригород. Ну, вообще, да, тут жилья не хватает. И, собственно... А где мне пригород-то ставить? Вот здесь, что ли? Ну, вот здесь... Я бы здесь поставил пригород, но скорее от Лолибеллы. А больше тут, кстати, и негде. Да, я даже не буду, наверное, дожидаться... Рабочих. Потеряю. Дерево. Надо, чтобы... Дессерос. Четыре посла. Ну, тут, наверное, надо поставить первый посол. А потом я поменяю вообще на карточку от союзов, возможно. Так. В Буэнос-Айрес, в Брюссель. И в Махенджи Дару. А чтобы работало, наверное... Культурный. Я что-то уже культуры больше, чем науки. Ну, я все еще только с тремя кампусами. Так, и шипушки я очень дебильно тут подвожу. Сейчас дождусь открытия рейнджеров. Апнул этих ребят в рейнджеров. Я уже окончательно доиследую территорию. Ну что, каков шанс 1172 монеты украсть? С рождения Бобби поймальчиком был. С рождения Бобби. Деньги любил. Любил и копил. Посмотрим. Ладно, сюда сплаваю. Да и следую. Так-то я, в принципе, уже все вижу. И еще 100. Блин, по Саргады... Было написано 39, вообще-то, ходов. Почему по Саргады уже перестал быть иудейским? Сие науке неизвестно. Нужны ли нам... Хотя я бы, наверное, тут аэродром построил, да? Нормально. Вот это место... Хоть один аэродром нам нужен. В любом случае. Так, Лалибелла. Тут я сначала бы как раз пригород в Лалибелле сделал. Надо расти городу. А, тут я откладываю производство, да. Следующим ходом буду какой-нибудь район на месте вырубленных. Шифт-энтер. Так. Одним археологам уже все шедевры собрали. Джон Кертин, Варвары, Боливар. Мини-лик второй, мини-лик второй. Нифига, моя железо уже. Что оно там... Может из железа строить вообще? Блин, девять ходов. Похоже, в нормальный век выйду. Ну, это... Этот героически хороший был. На самом деле. Ну, наверное, все-таки кампус буду ставить. Потому что как-то у меня с культурой и так все зашибись. Опа, союз с Кахмером закончился. Продолжим. Мне это нравится. Давайте религиозный только. Экономическое с кем-нибудь из соседей. Заключу. Ну, что? Блин, тут у меня гамма несколько корпусов. Блин, еще и тяжелый парк. Что-то у меня этот... Моя кавалерия. Мне, видимо, надо все-таки дождаться апгрейда в кавалерию. И тогда объявлять войну. Потому что... Что-то больно с мушкетерами. ... ... Так... ... Продолжение следует... А для кавалерии что надо? Будут лошади. Ну, в принципе, есть у меня лошади. И мне надо будет карточку на апгрейд поставить, да. В наемниках. Где мы тут еще можем обработать? Вот тут. Так, дальше пойдем. Свинюшек. Или... Селитра? Зачем мне? У меня уже селитра ни на что не надо. Что? Достаточно. Интересно, а где Нубия? Вот это что ли ее границы? Да, вот Нубия. Ну, прямо скажи мне, тут немного места. Удивлен, что она прямо так... В лидерах по науке. Как сейчас дождаться тут, когда откроем рейнджеров, чтобы апнуть в рейнджеров своих скаутов? И уже спокойной душой ими все до конца разведать. Ну, если у нас жилье, можно растить. Так, ну давайте банк еще построен. Тут я... Магнус, а надо будет в следующем ходу стоять. Пока тут 118 производства. В следующем ходу будет еще больше. То есть Десса у меня самый такой производственный город. Ставим карточку на апгрейд. Вот это место национальной идентичности. 135, 135, 135. Пушки стоят. Бомбарды, пушки. Это вот тут у нас. Что лучше сначала проапгрейдить или... Наверное, все-таки объединю сначала, а потом проапгрейдим. Военные имиды включают плюс 60% к добыче от грабежа морских торговых путей. Тоже нормальный плотоводец. Аэродромчик. Комарской порт, потом ангар. Блин, тут все... Отменили-ка почему-то. Все три. Ну, потому что на моей территории. Но я думал, может что-то от города государства будет. Так, средневековье, средневековье, промышленная эра. А тут все древнего мира, блин. Вот тут все. Еще краб не обработан. Ничего себе. Я, наверное, этого флотоводца использую сразу. Активирую. У меня есть один, который следует. Лоскарина-Бугулина. Мой любимый флотоводец в этой игре. Так, ну, подожду. Открытие рейнджеров. Угольная в Мекелле. А что мы вообще в Мекелле можем еще строить? Нужен ли мне тут пригород? Вообще нужен. Вообще нужен. Знаете, меня что интересует? Если я вот на эти линии поставлю, на них вообще можно ставить? Ну да, ресурсы точно пропадут. Наверное, сами линии не пропадают. В том плане, что я это Адисабабе отдам. Ну вот сюда надо, конечно, пригород. Рост кампусом. Тут плюс три кампуса, но тогда уйдет производство от... у них неохота, честно говоря. Давайте, наверное, пока рабочего здесь сделаю. Чтобы он тут вырубил, тут у меня будет пригород. Ну. В Маскате. В Маскате у нас только коммерческий район, да? Ну тут кампус должен где-то быть офигительный. Вот здесь. Мобилизации-то у нас армии можно строить. Ну пошли в идеологии дальше. Ну и нам армии нужны, получается. А вот, кстати, селитра понадобилась. Ну я, наверное, сначала армии... кавалерии сделаю, чтобы меня мушкетеров поубивать. Блин, еще не следующим ходом объявлять войну. Так, тут все исследовано. Конечно, перс уже начал на другой континент расселяться. Ну, кстати, эту... Ой, слушайте, я же еще на газгаргаму с моря могу атаковать. То есть совершенно забыл об этом. Поплыли... каперами и... броненосцами. Стоюсь с Периклом. Ну, с Периклом продолжим. Тоже у нас военный там был. Меня это устраивает вполне. Так, и с ним можно поторговать. Киты. Клопок. Мрамор на цитрусовые. Нефрит и мед. Кучу денег, хочу дать. Очень хорошо. О, слушайте, я что-то за последние... Так, у меня 8 ходов и 7 очков надо. Так, мы удовольствие вернули. У меня просто торговля ресурсами закончилась. Ну, тут сейчас амбар построится, так что не буду убирать. Давайте подумаем, где мне очки взять. Ну, во-первых, я нефть открою, да, например. То есть это 5 ходов. Что-то... Если будет нефть, то я могу артиллерию. А, да, самолет могу. Да, тут на нефти завязано. Если у меня будет нефть, то я и самолет могу построить. Искорее, у меня будет первый самолет в мире. А это плюс 5 очков аж. Даст. Надо из Маската, кстати, караванчики несколько поотправлять. Великая Колумбия, естественно, история. Персия Петру строит. Майя Снуби и Союз. Эрмитаж Майя строит. Нет, я хочу сначала все-таки армии сделать. Уже хотя бы 2 армии у меня будет. Это... Солидно... Объявить войну. Так, тут апаем. И вот с этими двумя мушкетерами надо как-то расправляться сразу. То есть я бы, наверное, пушки тут-то там держал. Мне надо... То есть, чтобы мне эту пушку... Эээ... Бомбарду не атаковали. Так. Еще 2 кавалерии. Ну, потому что у меня еще 2 корпуса. Вот и вот. Дальше. Ну, пока воруем деньги. Стоящим ходом 1200 монет могу своровать. Если все получится. Так. Дессы растет. Преград я тут построил. Ну, в принципе, ребята, можно начинать. Тем более, тут Нобелевская премия. Но я тут, наверное, далековато. А нет, я сейчас пару проектов сделаю. Уже в серебро выйду. А у меня еще есть где-то археологические музеи? Нет. Еще один и все. Я думаю, что надо все-таки еще 3 бомбарды купить, чтобы сделать 3 армии пушек. И дальше можно веру в апостолов все-таки попытаться реликвии получить. Получить. Блин, я тапнуть хотела. Так, ну и были тоже пригород. На рост переключаемся. И фабрику. Тут библиотеку. Тут амбар готов, растет. Адра, гавань. Ну, сколько у меня уже? 226. Так, а я хотел посмотреть. 120 производства. Нет, ничего, я не буду тут торгать. Кстати, у меня свинки еще лишние. А, нет, оказалось. Киты лишние. О, киты можно с кем-то торгануть. Блин, кого там турок испугался? Мне там одна каравелла что-то рядом с ним? О, своровал 1200 золота. Давайте, во-первых, глянем победы. Так, на всякий случай. Не вышел ли кто-либо в космо... Ну, в космостроение мог либо Нубия, либо Майя. Нет, вроде нет. Как у нас тут вообще по дереву? О, я уже вместе со всеми. С Кхмером и Маля. Ну, это мы в электричество, скорее всего, вышли. Кстати, мне бы компьютеры открыть, на самом деле. Как у нас тут с затоплением? Пока 34 хода, но раньше построишь, раньше спокойно будешь жить, да? То есть, давайте после переработки из стали варенья я открою компьютеры. Дальше. Ну, культурное тут нет. Это слишком религиозное. 29 городов, 10, 16. Ну, нет. Дипломатическая 4 очка из 20 нет. Просто нет. Так, ну что? Давайте войну объявлять. Вообще, мне надо сначала купить юниты, потому что именно Мгазаргаму дает скидку на покупку юнитов, что мне надо купить две бомбарды и после этого объявлять войну. Почему только две? Потому что скидка идет на на здание от военном лагеря. А военные лагеря только в Хоррере есть. Во всех остальных городах пофигу. Мгазаргаму покупать, без него. Мне как бы еще, на самом деле, одна бомбарда нужна, но... Странно. Их тут двое было. Куда? Он сюда вернулся, что ли? Ладно, давайте. Блин, выкинула юниты. Блин, душу холмы. Это вы прикалываетесь. Ну вот тут, в шестой цели, до сих пор хреново видно холмы. Вот я был уверен, что тут построены фермы, значит, тут нету холмов. А тут, оказывается, и тут холм, и тут холм. Зашибись. Так. Отлично. Ну, я будешь бомбардой сюда, на холм становиться. Больше, как бы, мне некуда. Ладно, я пока сюда встану. Как у нас этот пускай стоит? Ну, каперы не больно будут, но это какой-то дополнительный урон. Видите, я его в осаду взял. С этим надо объединить, а этот с этим. Ну, думаю, этот город с красивым названием быстро упадет. Тут отложу строительство, потому что пригород хочу построить в том месте, где стоит рабочий. Так, поехали дальше. Тебе, наверное, с турком об открытых границах договориться. У нас вроде нормальные отношения. Да, две свинки уже стал, и два. Ну, ладно, четыре монеты. Не жалко. Две свинки и два кита. С кем поторговать? С сахаром, с киром. Еще и шоколад есть. И гипс. Ну, четыре монеты. Ход нормально, я думаю. Вполне. Да, блин, дайте покопаться. Он перс все свои юниты устанавливает. Ищущение технологии, да. Блин, опять не апнул. Надо не забыть апнуть следующим входом. Общество алхимиков. А, тут я отложил производство. Так, ну, вроде... А, еще в этой... В Адеграте. Верх покупаю. Амбар, амбар надо построить. И потом, кстати, можно и пригород. Город рос, причем вот тут на плюс пять. Ну, вот в этих пустынных клетках. Нафига они мне. Так. Я, вообще, бессмысленно сюда немножко приволок апостола, мне кажется. Там особо ничего не сделает. Кхмера. Кхмера... Кстати, там, Кхмер до сих пор со всеми воюет, интересно. Сейчас надо глянуть. Нормально держится, кстати. Наука, конечно, не очень. Но, в принципе, нормально держится. 20 жителей уже без Абеба. Да, со всеми воюет. Ну, гад с моим именно бомбарду обстреливает. Так. Во-первых, надо добивать этого парня. Во-вторых, давайте займемся пушечкой. О, нефть у меня дофига. И почему именно Е? О, слушайте, я прямо сейчас могу ее обработать. Отлично. Очень хорошо. Так, значит, у меня... А, давайте я ей самолет прям куплю сейчас. А, надо, чтобы накопилась нефть все-таки. Один ход. Ладно. Так уж и быть. Подождем. Тут все холмы, да? Наверное, тогда повырубаю тут леса. И построю шахты. И общевойсковая бригада. Продвинулась. Ну, я не знаю. Просто, наверное, Каравеллу подержу. Я не хочу ее апгрейдить в... В броненосец. Знаете, может, все-таки я встану сюда бомбардой. Ну, как-то надо использовать бомбарду. Тут совсем... Так, по-моему, все армии сделал. Конечно, армию еще из пушек сделать. Ну, это... Как-нибудь уже в другой раз. Так, вырубаем. Ставим тут пригород. Меточку удаляем. Тут у нас кампус строится. Меточку удаляем. Тут все клетки. Ну, вот надо это уже обработать. Наконец, я ее выкуплю. Шахту. Там земельсок вообще осталось. А, один? Ну, тогда лесопилку, наверное, сделаю. Кмерский. Сейчас Кмер будет возмущаться, что я ее что-то там выкопал. Что ты собака роешься у меня? Так. Ну, я бы, наверное... Не, ладно, давайте еще денег украдем. Потому что, ну, как-то... У Мали так много денег, крадется, что просто жалко что-то другое у него делать. Так, а почему я... Прикол. Почему я не могу отправить шпиона на воровство денег? Морской порт построили. Ну, еще и на всех прибрежных клетках деньги. То есть у меня тут... Одиссабеба... Одиссабеба... Одиссабеба чисто одну пятую от всех денег дает. Пригород. Ну, мне тут уже пригород, мне кажется, негде. Хотя, вместо вот этих тропических лесов, например... Канцелярия что даст? Три очковления. Вход плюс 50 науки за каждый уровень вражеского шпиона, захваченного или убитой этой цивилизацией. О, прикольно. Давайте канцелярию, а потом я все-таки пригород здесь сделаю. Ну, не знаю, у меня не отправляется шпион. Что делать непонятно. Аквариум здесь я завершил. Так, морской порт, пожалуй, сделаем. Ну, мне надо... Странно, как я не могу. Наверное, закончу ход тогда через шифт-энтер. Не, не хочет отправляться. И на этом серию закончу, пожалуй. Да, переведу в другое место. Не буду тут пока дальше. Кстати, мне может тоже железную дорогу построить? У меня и железа, и угля дофига. Я просто старю, что у Мали железная дорога сделана. Тоже построю. С такими-нибудь двумя городами. Ну, на этом закончу серию. Напоминаю, спонсоры уже прямо сейчас могут во вкладке сообщества посмотреть продолжение. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok